Всем привет! Сегодня я хотела бы записать некое такое болтологическое видео, видео о Родосе, о том, как я отдохнула, просто поделиться своими впечатлениями. Точно такое же видео я делала после возвращения с Кипра и считаю, что сейчас это тоже было бы уместно. Мы отправлялись на Родос, как вы знаете, в середине июля и пробыли там 15 дней. В общей сложности меня все устроило, мне все понравилось. Не могу сказать, что Родос впечатлил меня гораздо больше, чем Кипр. Кипр, видимо из-за того, что мне не хватало вот этой дорожки, которая была на Кипре, освещенная, хорошая, где можно было ходить вдоль моря. Мне не хватало, наверное, близости города, потому что там это некая такая уединенная бухта, огромная, конечно, территория отеля, несколько гектар она занимает, замечательная анимация, все. В общем, на территории отеля придраться не к чему. Но когда выходишь за пределы отеля, хочется куда-то пройтись, а там это все ограничено. На Кипре мне было больше, свобода давалась, вот, поэтому, возможно, я не настолько прониклась Родосом, насколько должна была это сделать. Но не об этом речь. Значит, мы прилетели в аэропорт Родоса Диагорос и дальше нас от компании Биллион Тур на очень комфортабельном автобусе отвезли в наш отель. Наш отель располагается где-то на расстоянии 50 минут езды от аэропорта. И мы прибываем в пригород города Линдоса, где и находится отель Линдос Принцесс 4 звезды, в котором мы отдыхали. Как я уже сказала, территория отеля очень красивая, большая, зеленая. Там, значит, комплекс из трех бассейнов. Один комплекс очень большой, несколько бассейнов, различной глубины для детей, для взрослых, с мостиками, но там нет горок. Так, следующий комплекс бассейнов, он уже идет с детскими водными горками в виде змейки и, наверное, в виде дракончиков, змея Горыныча. Я даже немножко не до конца разобралась, когда вы будете смотреть тематические видео, связанные с этим. Вы все увидите и посмотрите сами. И третий комплекс бассейнов, он уже идет с водными горками. На них могут кататься как дети, так и взрослые. Три горки и, в общем, тоже все замечательно, все нам понравилось. Антошка у меня первые несколько дней вообще из этих бассейнов не выходил и первые дни на море мы даже и не ходили. А единственный минус, наверное, во всем этом, это море, вход в море, потому что там мелкая и крупная галька. Пляж у этого отеля, он песчано-галечный. И когда я смотрела фотографии, когда выбирала путевку, на фото везде был песок, да, было видно, что галька, но я понимала, что песчано-галечный. Но по описанию, по отзывам многие пишут, что там проплываешь дальше песок. Ну, я думаю, ну ладно, сам отель хороший, все то, что нам нужно в этом отеле есть, думаю, нормально. Но когда мы сами уже столкнулись с этим, я поняла, что вход и первые где-то, наверное, метров 10-15, это, конечно, галька. Это очень больно ногам. И еще один момент такой, что где-то метров 10, наверное, от берега и там идет некий такой уклон. То есть уже я не достаю ногами при своем росте, что говорить о детях. То есть очень быстро такая полоска заканчивается. То есть я люблю, когда, знаете, заходишь и идешь, 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 и все еще не глубоко. То есть для детей это самое то, что нужно. А здесь получается, что ты вошел и буквально несколько шагов ребенку, и все, ему по шейку, и дальше он уже не чувствует дна. Это не очень хорошо. Когда вы проплываете от берега где-то метров 25, может быть 30, там дальше опять дно не несколько поднимается, уже можно опять встать, и там уже будет песок. Но это для взрослого, для людей, которые отдыхают с детьми. Дети маленькие, если они не умеют плавать, то, конечно же, на такое расстояние проплыть они просто-напросто не смогут, чтобы почувствовать этот песок. Вот в этом минус. А так, в это время море было достаточно теплое, приятно в нем было плавать. С утра, конечно, оно более красивое, с утра в обед. Но уже когда вечером туда идешь, солнце немножечко с другой стороны, из-за горы оно как-то светит, и не видно всей этой красоты моря. То есть не видно вот этого цвета морской волны, оттенка бирюзового. То есть море такое, знаете, темно-темно-синее, и немножечко напоминает черное море. Вот. Не сразу поймешь, что ты на Средиземном море, если ты не знаешь. То есть с утра и в обед вся красота моря, да, она как на ладони. И как только наступает вечер, то уже все это теряется. Вся красота и море становятся просто-напросто темным и не таким притягательным. Вот отель сам построен по принципу главного здания и бунгало, которые расположены на территории. Бунгало двухэтажные. Мы жили на втором этаже. В принципе, на первом этаже тоже неплохо. Сами номера по себе очень большие. Мы жили в обычном стандартном номере. Двухспальная кровать. Кровать односпальная для ребенка. В принципе, это не раскладушка. Это не какая-то детская кроватка. Отдельно стоящая такая односпальная кровать с задней спинкой. Ну, вы все посмотрите в видео об отеле, потому что я его тоже сделаю следом за этим видео. Туалетная комната тоже очень удобная. Она с ванной, не с душевой кабиной. И большой балкон. На балконе есть стол, несколько стульчиков, чтобы посидеть, насладиться красотой природы. И также лежак, на котором можно загорать, можно отдыхать. Для меня это тоже был плюс большой, потому что пока спала Антошка в номере, я имела возможность полежать на балконе, немножечко позагорать и почитать книжку. Персонал отеля на русском языке практически не говорит греческий либо английский. Английский язык практически весь персонал понимает. Но есть некоторые, которые, да, английском тоже не говорят и приходится объясняться с ними жестами. На ресепшн есть два человека, парень и девушка, которые русские немного понимают, и поэтому с ними можно пообщаться. Но это нужно тоже застать, чтобы была их смена. Как правило, они работают на пару. Если вас интересует, где можно взять автомобиль на прокат, то прямо в самом отеле рядом со стойкой ресепшн есть стойка фирмы, которая предлагает машины на прокат. Также в самом отеле есть магазинчик, где можно купить все самое необходимое. Мы там покупали воду, потому что по моему вкусу, та вода, которая была и в барах, и в самом отеле, она невкусная для меня. Не могу ее пить с удовольствием. То есть зажмурившись, закрыв нос, да, можно выпить, но я привыкла пить много воды, и я люблю, когда вода вкусная. Поэтому приходилось покупать ее в магазинчике. Вода, конечно, там дорогая. За полтора литра воды Avian 3 евро я отдавала. И мы покупали где-то 3 бутылки на 2 дня. Вот так. И также в мини-бар нам дополняли каждые 2 дня 2 бутылочки по пол-литра воды и там всякую Coca-Cola, Sprite. Но пиво это мы не пили. Нас интересовала исключительно вода. Также возле главного входа есть несколько магазинчиков, где можно купить сувениры, одежду, меха, золото и серебро. Завтракали и ужинали мы, как правило, в главном ресторане отеля. Но на обед мы ходили в снег-бар, который расположен рядом с бассейнами, недалеко от моря. Нам просто так было удобнее. Завтраки, как правило, всегда однообразные. То есть набор блюд очень большой, выбор большой. Но изо дня в день повторяется одно и то же. Я думаю, что во всех отелях примерно так же всегда бывает. Обед уже более такой разнообразный. Но, как правило, супов каких-то для ребенка мы найти не могли. Он нас к этому привык. Но там все эти 2 недели он у нас был без супчика. Потому что то, к чему он привык, там, конечно, это не подавали. Блюда, которые подавались на обед и ужин, как правило, очень вкусные, разнообразные. Всегда свежие. Очень много фруктов и овощей. Мы там просто-напросто объедались арбузами. Ну и, в принципе, весь наш обед состоял из арбуза, потому что жарко и ничего другого не хотелось. И арбуз у нас там просто шел ходой. На ужин единственный минус, который я могу выделить, это очень большое скопление народа. И не всегда можно найти там столик. Поэтому я даже говорила, что у нас это превращалось в некий такой аттракцион. Найди свой стол, а потом поужинай. То есть мы, когда приходили, мы уже готовились к тому, что столов просто-напросто свободных нет. Поэтому мы ходили и в веранду открытую проходили, и сам ресторан. И просто-напросто уже, знаете, так в поиске, где бы нам найти этот стол. Когда мы видели, что уже кто-то из гостей закончил свою трапезу, просто-напросто подходили и просили официантов, чтобы они убрали с этого стола, накрыли его для нас. И уже после этого мы ходили и выбирали блюда, которые мы хотели бы попробовать. К качеству питания, к разнообразию блюд у меня вообще нет никаких претензий. Мне все понравилось. По сравнению с Болгарией, здесь, конечно, на голову выше. И еще хотела бы такой момент один отметить. Нам пришлось обратиться за помощью к врачу. У нас была такая небольшая неприятность. И поэтому мы позвонили сразу в компанию. То есть мы не стали обращаться ни к гиду, ни на ресепшн за помощью местного доктора. Мы сразу позвонили по полису, который нам дали вместе с нашим билетом. То есть страховка, которая шла от турфирмы. Мы позвонили по этому номеру и объяснили ситуацию. И, в общем-то, вы знаете, нам в течение двух часов прислали врача. Причем русскоговорящего, нормального врача, который оказал помощь, назначил лечение, и проблем не было. И после разговора с этим доктором мы поняли, что многие совершают такую ошибку, не звонят по страховому полису, по этому номеру, а идут либо на ресепшн, либо обращаются к гиду. И их направляют к местному какому-то греческому врачу, который, как правило, совершает некоторые ошибки. И уже потом приходится снова обращаться в страховую. И уже приходится долечиваться. И если есть на то необходимость, какие-то проблемы со здоровьем, там, у ребенка или у вас, обязательно звоните по номеру, по телефону, который у вас указан на страховке. И врача вам обязательно пришлют. И, в общем-то, проблем с этим не будет. И помощь будет оказана более квалифицированная, нежели та, которую вам могут предложить в местном их медкабинете. Что из развлечений? Значит, вечером мы ходили, как правило, на анимацию. Вначале на детскую, потому что Антошке это очень нравилось. И дальше оставались на взрослой. Но Антохе она тоже очень-очень нравилась. Он с удовольствием ее смотрел. Команда анимационная, конечно, там очень сильная. И очень здорово они все это обыгрывают. Мне понравилось. Как правило, я не особо люблю эту всю анимацию. Мне хочется где-то погулять, куда-то сходить. Но здесь с удовольствием я ходила на эту анимацию. Дальше за отелем находится небольшая такая детская площадка с аттракционами, с батутом. Ну, там в основном для самых маленьких. Но иногда мы туда тоже выбирались. Там она, конечно, платная, потому что она никаким образом не принадлежит отелю. Дальше на территории отеля находится детская площадка, хорошо оборудованная. И там мы тоже очень много времени проводили, очень много детей. И всевозможных качелек хватает на всех. Поэтому как таковой очереди там не образуется. Дальше хотелось развлечений вне отеля. Поэтому мы выбрали несколько экскурсий для себя. Конечно же, на целый день мы не рискнули поехать, потому что Антошка у меня до сих пор спит днем. Поэтому мы выбирали те, которые на полдня. И мы выбрали детский тур. Он включал в себя гончарную мастерскую и страусинную ферму. И второй у нас был долина бабочек и опять же страусинная ферма. Почему? Потому что Антошке это очень понравилось. Ему понравилось кормить животных. Для детей это вообще замечательный тур. Потому что в наших зоопарках не разрешают кормить животных. А там специально выдают корм, где ребенок может покормить абсолютно любое животное с руки. Там находятся ламы, страусы, верблюдица, в общем олени. Там очень много животных. И каждое можно в принципе покормить с руки. И никакого вреда они ребенку не нанесут. И также мы уже самостоятельно выбирались в Линдос. Рядом с отелем находится автобусная остановка. Автобусы ходят каждый час. Автобусы комфортабельные. И проблем добраться до Линдоса где-то минут 15. И вы там. Самостоятельно мы поднимались на Акрополь. Обычно это входит в экскурсию, которая на целый день. Поэтому у нас не было такой возможности. И мы сами без экскурсии посетили Акрополь. Мы покатались на осликах. Просто ради интереса. Мы искупались в бухте Святого Павла. Которая представляет из себя сердце. Если смотреть на нее сверху. Очень красиво. Вот там именно песчаный пляж. Там очень теплая вода. Там очень плавные входы в море. И идешь далеко-далеко. А там все по колено. Так скажем. И Антошка там тоже получил огромное удовольствие. Купаясь вот в этой воде. Город Линдос сам по себе очень маленький. Но там большое количество достопримечательностей. Поэтому туда тоже нужно съездить и посмотреть. И этот Акрополь, в который мы поднимались. Он находится на вершине горы. Там можно дойти пешком. Можно доскакать на осликах. Потому что это единственное такси Линдоса. За счет того, что улочки там очень-очень узенькие. Этот Акрополь древнее, чем Афинский. И вид с него открывается очень-очень красивый. Помимо тех экскурсий, которые мы посетили. Там народы себе предлагают огромное количество еще всевозможных развлечений. Но, к сожалению, нам это было пока не по возрасту. И не хотелось напрягать ребенка. Поэтому мы решили отложить это до следующего раза. В целом, поездка мне очень понравилась. Остров Родос, он очень зеленый, очень живописный. Хотя, когда мы приехали только туда и ехали из аэропорта, мне он показался немножечко не таким красивым. Потому что почему-то моему взору предстали горы, на которых не было растительности. И по сравнению с Кипром, он поначалу как-то проигрывал. Но, когда мы начали выезжать за пределы отеля, начали знакомиться с красотами и достопримечательностями острова Родос, тут мы поняли, что на самом деле остров-то, конечно, очень красивый и очень интересный. Но, если меня спросят, куда я хотела бы вернуться, подумав, наверное, я бы сказала, что я вернулась бы на Кипр. Я не знаю почему, но вот именно, может быть, из-за того, что мы отдыхали там вдвоем. Я не знаю, но он произвел на меня почему-то большее впечатление, нежели вот данная поездка. Несмотря на то, что отель у нас в этот раз был просто шикарный, а в прошлый раз у нас была трешка, и особо никакого развлечения там не было, территории там как таковой не было, ни бассейнов с водными горками, ничего. Но, тем не менее, вот именно Кипр произвел на меня гораздо большее впечатление, чем Родос. Но не пугайтесь, все то, что я вам рассказывала, мне очень понравилось. И тот отель, в котором мы были, он действительно шикарный, он действительно стоит своих денег. Но поездка у нас вышла достаточно дорогая в этот раз, именно из-за того, что отель очень-очень такой роскошный. Если вас не пугает большое скопление народа, то, в принципе, я могу вам посоветовать этот отель. И то, вот это скопление народа, оно ощущается только, наверное, во время ужина, потому что ни за завтраком, ни за обедом, ни вечером на анимации, вот как таковой, вообще на территории вот этого скопления не замечаешь, потому что территория большая. Но когда приходишь на ужин в главный вот этот наш ресторан, то здесь уже, конечно, когда в поиске столика находишься, где-то минут 20-15, то уже, конечно, это напрягает, и понимаешь, что сколько-сколько здесь народу. Если вас не пугает такое количество народа, если вы не против Галичного пляжа, то я могу этот отель вполне посоветовать, потому что он очень хороший. Если же вы хотите уединения, то этот отель не для вас. Я высказала вам свое общее такое впечатление от отеля, от поездки в Грецию на остров Родос. Я надеюсь, вам было интересно. И дальше уже смотрите, будут тематические видео, некие такие дни из нашей жизни, поездки, ну и вообще об отеле, обо всем на свете. Всем спасибо и до новых встреч на моем канале. Пока!